пробую банка кончается предпоследним паком россии тапки нажать на потом побежать еще в инженерке тапки есть 35 что ли уровня на 30 секунд бег который на 30 секунд таких роде нету на 10 есть да не 30 секунд точно нет ну вот на 20 топовые тапки клади носить так у них шанс большого то что они не сработают и ты полетишь что это хуйня все всегда срабатывал здесь а чё это за много были откуда они бежали это тебе бежали бежали алина не будет не брал очень зря это лучше нонсет для того у кого щит бежали алина не допустим режет меткость на 70 режет броню дает дополнительное гнездо если брать допустим это тапнутые 290 это т5 шмотка она мне ровно столько же даст и добавит еще и вынос это в принципе ровно сейчас только будет только 200 показатель это не рейтинг блока а именно сам показатель который только на щите есть это очень редкая вещь ну как варианты придется лутать все равно но я лучше нонсета не вижу в данный момент они почему то есть в шмотке там 219 232 там левела с этим статом даже на тер 9 там много шмот 2 шмотки с этим статом и нонсет србк падает с этим статом отчетов на новых вещей не было именно с заблокируемым урона там просто смысл такой что все щиты меньше дают чем эти перчатки можете выглядел пожалуйста линка нате посмотреть а рейтинг блока щитом он работает только на шанс или как-то еще влияет на количество блокируемого урона рейтинг это на блоки вообще дерьмовый стат рейтинг это именно процентовка а вот показатель это именно количество блокируется она опять же умножается блок щитом прожимаешь сто процентов умножается силу мощного удара щитом стоит не блокируем ничего здесь процентов пойдем локс маня еще есть такое понятие как критический блок не знаю как у паладинов но у воров есть он по повара есть и он здесь не работает не работает почему не работает здесь форму блока работал неправильно два года этот недавно исправили а критический блок вар здесь вообще хуй сами как работ что вот он к примеру может пятеру заблокировать а может десятку это просто очень следить вот допустим вар когда прожимает скил увеличивающий блок на сто процентов у него прямо у персонажа видно шанс блока то есть у него не сто процентов шанса сто двадцать один процент шанс я понимаю это так что 21 процент это шанс на критический блок то есть на двойного двойного заблокировать ну по крайней мере у меня вары я так как бы то есть блокирует ровно два раза больше чем обычно тут написано в таланте что 60 процентов вероятность получить получить критический блок не трэш ресницы здесь весь как раз пока лёха фокаж там воронки фармин да не при тебе не падает ты по фокаж лучше хочу есть валик вопрос задать варик а как вы блять живете с семьями нахуй и задротите вов постоянно ну не живем семьи понял да суть то есть им уже некуда делаться ну хули семья завелась да ты уже играешь ну хули поделать но войда допустим возьмем блять вот у него есть семья и как он вообще выживать если он блять сутками в вове проводит ну во первых не сутками у меня плюс 4 от сервера я играю в основном в вечернее ночное время то есть утро день на все без исключения что что ты же на все рт ходишь без исключения вообще ну дэвэшный рт начинается мне когда у меня 4 часа ну получается с 12 это по москве если и до 10 блять вечернего а потом а потом еще короче целка и и вообще пиздец да блять я не знаю да у тебя это же чисто в субботу один раз в неделю и там людей которые вот семейные блять и как они вытягивают эту хуйню потому что меня и мне будут голову пиздец ну понимаешь у всех по-разному где-то к человеку относятся допустим и что-то вот от него хотят дополнительно где-то закрывают глаза допустим на то что ты допустим хуй знает пьешь кофе там 10 раз в день там допустим не моешь посуду ну кому-то плохо на эту хуйню а кто-то начнет задрачивать а за эту хуйню сука типа помой посуду сука хули ты для четко мы взял там ну или ухули ты делик типа перевернул нормальные люди адекватные так что они как бы блять на эту хуйню на эту милость не обращают внимание у вас скажем если взять ты играешь допустим сидишь там и тебе вот говорят ну хули ты играешь типа он что-то поделает опять же зависит от того что тебе надо делать то есть если у тебя допустим там в квартире нету не одни били блять не обоих не ремонта нихуя это понятно что тебе ну нахуй играть тебе лучше надо заняться квартирой понимаешь если одежды нет а если у тебя все есть блять если у тебя обеспечено допустим продукты блять у тебя у грубо говоря все есть не кредитов никуя долгов нету что ты не не бишь себе мозг и что тебе еще надо блять то есть понимаешь ну я короче понял обеспеченный дух но не сказать чтобы ну то есть вот смотри вот если есть миллионеры да они вот обеспечены тут и им все равно чего-то не хватает другое дело как ты сам себе распределяешь что тебе должно хватать что нет допустим я считаю что у меня все есть то что надо смело допустим участок 16 соток вот там у меня абсолютно все растет картошка морковка лук на ягоды у меня ну то есть я летом туда хожу то есть собираю всю эту хуйню поливаю там блять пропалываю ничего такого блять зато у меня сейчас я открываю кладовку меня есть все на и открою любое варенье вот взял смородишно сейчас попробовал блять облепить что хочешь мне кажется миллионером не хватает мальчиков нахуй для еб у нас блять судебные дела только так закрываются на этой хуйне кто о чем я слушаю блин представляю себе варенье там и тут резко про мальчика вообще ты знаешь как блять в американском пироге блять папаша ты к этому типу подходит не помню как его звали ну такой хуяк хуяк стоит такой поговорил о мастурбации вернется это было пиздец конечно не ну там ни с того ни сего он же туда его застукал за пирогой а еще народ знаете че мне короче вопрос вот полина тут есть полина ответь короче я понял что ты принял что ли не менее я не принял на самом я нормально на самом деле просто мне вопрос поговорить решит она мне не отвечает вообще целый день я просто хочу спать просто все пьяные люди думают что они трезвые это я знаю сам не менее я не бухаю я не бухаю я не бухаю я против бухла а те сколько что ли мне 26 по младше меня на 2 года и чего я хотел по мнению не отвечает вообще понимаешь а чё ты короче смотри такая тема у нас был один парень такой в гильдии его недавно выкинули с позором там он тоже до полины доебаться хотел что-то там не писал или и она его короче ну там все плохо закончилось если она не отвечает больше нахуй не пишет нет вы мне можете мне принципе на самом деле поебать потому что ну как бы это игра и все смысла жизни в этом нет но просто я я задал вопрос легкий вообще легкий чем она живет потому что я вот постоянно сижу как бы ну в дисе и слушаю ваши истории там и всякую хуйню вот и она постоянно в диалоге участвует а мне ответить не может она молчит понимаешь ну что на тему твой не на не кинула меня могут потому что она отвечала мне на вопросы сегодня но я задал вопрос чем она живет она не отвечает уже на часа два ручки открою тайну что девушки это великая тайна и лучше туда не лезть это почему видит ну о всех не договорить великая тайна разберись у манитесь на пока великая тайна успокойтесь просто если чё в лоб сказать да просто может отвечать не хочет личный вопрос не ну это не вопрос а просто спросил я как бы пообщался со всеми людьми понимаешь я зашел даже поздоровался я поздоровался сегодня на пяти языках с гильдой понимаешь на пяти языках а ну вот теперь понятно почему ты ее бесишь ты выпендрежник я не выпендрежник я просто написал привет ребята мне никто не ответил я начал хуярить на пяти языках или возможно бесишь всех чем я пишу не с кем ты понимаешь просто пообщаться хочешь все понятно но ты тоже да просто издаляться я хотел пообщаться это это все естественно это понятно но ты общаюсь как бы просто ты вот про игру говори я никого нет вот смотри самое главное не забывай что вот эта игра да но это непростая игра это не то что ты играешь сидишь в однопользовательскую это многопользовательская игра здесь с тобой рядом двадцать три человека да то есть тут общение важную роль играет но я понимаю никого не оскорблял никого не подводил хожу в рейды гуляю с вами в чем проблема просто забыл вопрос и все не просто смотри в чем фишка если никогда не отвечает то не надо навязываться просто пока может кто-то не хочет общаться конкретно морском это ночью я не хочу попрятаться на все дела эти удары не могут афу кашите я сейчас приведу пример одного человек у нас есть какой персонаж как кислород попробую вот напиши ему что-то в чате например в дискорд позови он все равно будет молчать а потом кто-то другой придет позовет а это ему не на тебя насрать это ему по жизни насрать суть в том что он в дискорде ответят всегда чат он вообще почти не читает не лет не всегда вага с второго раза так это не суть в этом ответил не ответил просто еще раз говорю я зашел в игру зашел в гильдию написал ребят привет мне никто не ответил просто для идти и заявляться то нечего нечего удивляться я начал спрашивать у людей вообще в чем прикол и мне вага только один ответил и начал со мной общаться все ты понимаешь ты начинать по-другому на лучшее напиши продам воронку 100 голод нахуй сразу блять напиши это по-любому до начинаем и сразу проснуться разгребляться сердолик просто жестко один продай так тебе писать полферва будет блять вот так как первое народу и вы меня конечно извините но просто ради предполагаться с тобой начнут на пяти языках хе 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 ну правда я сижу я понимаю то что по-русски не понимают люди я по-английски написал блять потом по-французски по-испански блять хе 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 кто ответил сука это ты наверно я фильм капитан нему смотрел да как то они там общались ведь на немецком английском французском потом блядь цели цели перланском или на каком то на русском потом на суржике потом на матерном жарбонном нормально многое закупная мне языка матерного не было потому что я не общаюсь с людьми на матерном языке но просто никто не ответил ни на кого сериал и иногда помогает мы с тобой не друзья куда я заметил что ты хуяришь матом только постоянно не люблю общаться завидующих не она на нем совершенно разговаривает просто он спел девушка мне кажется но это лично мое мнение потому что это не красиво это не девушка это мужик уже поделали ну во первых это игра и сейчас я игрок неважно какого а если мужик не ругается матом это красиво получается да в твоем понимании тогда ну а спасибо сереже что ты есть почему абсолютно полное максимальное неравноправие я на работе матом вообще разговариваю просто на пасхе ну а я наоборот ни слова не употребляю вот думаю работа маком он там пока меня не уволит нет подсмотреть ты с начальником матом общался мак я знаю просто и все понимаешь а есть люди которые будут общаться дальше им будет похуй их никто не тронит ты правил пусть нет понимаешь ты говоришь она не отвечает но человек был заняты она даже слышала но ей просто без темы поддерживают я в этом плане ничего не говорю я говорю сейчас про другую тему которая сейчас зашла то что матом люди общаются я начал общаться матом меня замутили люди хуярят просто вот реально значит плохо начал понимаешь нужно знать место и время и не место и время нюансы где можно тут анонсы людей которые уже давно по ходу в этой гильдии и их это не не ебет вообще и никто не трогает в каком контексте еще мат применяется понимаешь очень важно ну я никого не оскорблял никогда но тем не менее все это произошло понимаешь никого никогда не оскорблял и не буду потому что лучше оскорбить блять лично чем блять писать что-то там выёбываться так может тебе и не за мат мы дали может что-то что-то не то сказали и мне это лично другие телеки кто сейчас сидит на антик просто скажи у нас понимаешь Леха он такой человек он вчера мозг вывел почему хреново масс-диспеллить и как бы сказал что он у нас сегодня запретит щиты кидать и будет он диспеллить без щитов а это если дальше в рейд зайдет не нормально все за диспелем сегодня все нормально я ничего не говорю за рейд я просто просто общаюсь с ними и все мне скучно ребят так как кирпича бежалов у нас карантин да он ничего не одно другому не мешает а ты с какого города со смоленской мостом рядом белоруссия у них карантина нет батя сказал мне все в порядке ну вот у них там полный пиздец происходит на самом деле ну пианиста тоже карантина нет они не болеют они лечатся самогоном вернее не лечатся даже они просто его пьют ну блять от самогона людей больше померло блять чем от коронавируса на самом деле больше всего людей померло как ты выражаешь от того что кирпич на голову упал так давайте теперь под окнами не ходить а люди от самогона очень долго умирают а здесь умирают в течение месяца как бы разница большая это когда вайп на боссе произошел на освоение люди сидят говорят вот от этого сдох этот от этого блять да нет не так все было все лучше а нет самогона сдох я за рюмкой потянулся нет сорос печени блять долго не сидит поверь если уж на то пошло от качественного алкоголя никто не умирал ешь надо знать надо знать что сорос блять и от качественного ебашь если меру не знаю что если тебя вместо завтрака обеда и ужина бутылки по три тогда да цера здравствуйте понимаешь когда водили поленому с кабардино балкарии с чечни мы фурами как бы выгружали у нас хранили на складе да вот и мы ее продавали просто мне в багажнике всегда было два ящика там ящик водки лежала рядом ремзавод был там работяги к нам бегали покупать вот и мужик купил мне шесть бутылок водки вот и спрашивает у тебя есть что-нибудь закусить я говорю мне с обеда остался кусочек сала кусочек хлеба он говорит ну да говорит заживать что-нибудь а через неделю он приходит опять за водкой покупать и говорит что у тебя водка паленая мы выпили и хреново было я говорю не знаю батя пьет я говорю не пью водку вообще нормально все а что сколько выпили все выпили все шесть а сколько у вас человек было вдвоем блять ну конечно с такой закуской которую я вам дал он говорит ну да не мудрено что вам было плохо от этой водки в данном рассказе очень подходит верёшь слово не мудрено выживаете с корочкой хлеба блин нормально все у них ну люди ебанулись на кучу поделать у нас реально вот блять в области прикинь вот нету туалетной бумаги это реально пиздец вообще попал ну ну с валом бумаги оказывается я не знал для чего она нужна оказывается говорит мы не жопу вытирать ее покупали мы за ручки там двери браться там открывать оторвал кусочек там я говорю ну конечно блять а руки не помыть потом вообще прям домой приходишь у нас тоже самое но у нас понимаешь у нас дефицит вообще полный реально люди пошли и закупили все сразу и нету ничего боебизм блять честно и кашу каша блять и это и туалетная бумага вот я говорю ну просто пиздец честно сходят все с ума блять ну когда ты перед неизвестным чем ты находишься ты не понимаешь что делать то есть алгоритмы действия соответственно начинаешь это если ты просто подумай блять головой нахуй что за пиздец может быть для тебя был секретом но сейчас большинство людей больше 90 процентов либо тут понимаешь о ней чем вообще не умеют думать в чем фишка ты говоришь туалетную бумагу выгребли да а вот у нас покупали вот я шел на когда начался вот это кто-то нес реально туалетную бумагу там пачками кто-то выкатывал тележки с магазина с колбасой с ветчиной там нарезки всякие знаешь долгосрочные там всякие вот эти вот у кого на 100 есть деньги кто-то покупает там туалетные бумаги на все а кто-то покупает еды на все там тушенку коробками выносят вот это разница как бы уровня жизни людей показывает туда один туалетную бумагу скупила другой все остальное мне кажется еще уровень айкью ну из туалетной бумаги кажется ты нихрена не смотри было у человека 5000 рублей он пошел покупать гречку и туалетную бумагу все он больше ничего не смог купить себе и так как он мог этого много всего купить на эти деньги вот это резко все кончилось а на фоне этих страшных людей засранцев которые блин собрались от коронавируса гадить дома сидеть стрёмно туалетную бумагу в магазине покупать потому что ну не хочется казаться психопатом колбасу и туалетной бумаги нормально едят а ну типа они колбасу собрались сделать дома что ли нет он тебе говорит о том что колбасу из туалетной бумаги уже он просто сказал а че там блять в натуре есть такая хуйня блять и колбаса из туалетной бумаги она и есть блять это были 20 не жевать там срали жрали вот и все дела а ты откуда брат то есть кто блять я такая темная страна туалет ему туалетная бумага не нужна в тапке ссы у меня с этим все нормально у меня голубь в коробке пишет лайфхак и сдержку выть можно не поднимать по голубям главное теплый коврик слышишь а вот бумагу они скупали с какой целью жопу то не помыть просто под краном да обязательно надо бумагу покупать что ли и про это я и говорю же опять у нас сидит тема жопная ну че соберем лайфхаки на 25 человек банку тушенки лишнюю купил блять домой чем рулон туалетной бумаги лайфхаки кто че жрет и кто че мое заднице очень важно все равно неожиданно крышу на территории очень сильно осуществлялся бумага не пользуются и живут прекрасно я делал себе кабинет в туалете все заебит туалетка рядом закрутил получил колбаса пожрал все примечатель сегодня жаж вы еще г тимыч и стендап комик блять странина года русские демокси в поход собирается зато теперь почтальоны без работы не остается где нет туалетной бумаги есть газета на из нее сосиски хорошо получается можно оформить годовую подписку на правду вот это вот легенда про колбасу и туалетную бумагу это вообще не правда типа килограмм туалетной бумаги стоит дороже чем килограмм мяса или это стесняюсь спросить ты взвешивал или как мы услышали мнение профессионального засранцев не наброс края муха услышал я на замене но я все здесь просто туалетная бумага по 9 рублей за рулончик а оптом она продается там рублей 5 наверное нам надо было хорошее дело покрасить на замене иди опыта проводить но я знала брать двухслойно понимаешь она она разбухает еще имеет свойства скорее всего мы чего воронки видим да ну хм к жиле не зеленый нет 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 отказываться кому то мысли в смысле если не было когда раздражали больше достанется самый хитрый по моему здесь вага он не откажется я не просто не откажусь я даже нажму нет я догадался сразу его раскусил а потом тебе в сумку еще залезет кстати странно что здесь это не вели поставки на плотную рулон но он может быть приложение написать разработчикам они сделают тимоши ты сходи к джулии правее экстренные поставки все там уже придумал да там там пинты надо новые поставки на гречку ебать у нас короче хора такие с таксистами короче как расплачиваться типа с вас там 160 рублей он такой окей короче деньгами нельзя расплатить масками возьмешь да масками гречкой хуярит тот ему давать короче эту бумагу короче отдает все заебись ордовы видели новые звания которые ведут познавший боль главный к говнарь познавший боль он там был более чем хотел саляр это все в гх будет второй фабрик агрик а убедите бедите 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 осторожно ту москву меня лучше не убил а он но не знает что кто села убивает того потом не хилят он не делал сейчас без счетов узнает но сколько группа получил есть и это кто его брал убежать познает всю боль алина коника убил а первая провидца хоть и били я бы как бы можно что сейчас даже могут осудить если вы ходите с дома ослепить хороший бизнес там штрафы хорошие воли отведи их для выполнения за этот самый раз я тоже подумал надо ментом сейчас идти ебать просто зарабатываешь не выходя из дома еще можешь там и колбасу не выходя из дома это что ты там соседи кошмарить собрался конечно там засек как радаром так прошел по этажам да куда нах на выходе с подъезда нет бумагу сюда да нет позвонил звонок по братан выйди помочь надо он хуяк выходит так а попал наху сюда давай греть мне больше другой интересный ебать а если канализации засрутся это ж пиздец люди все дома все этот это же бля пиздец дорогие тоже у кого сколько стоят маски сейчас кажется фут закончится маски или шмары шмары в масках блять из туалетной бумаги полтора рубля в час не нам это не это сейчас не актуально сейчас актуально из рублей шмары 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 Продолжение следует...